Привет всем! Сегодня я начинаю влог вещать из ванной комнаты. У меня здесь уже кисть. Сейчас буду наносить маску глиняную, помыла волосы. Теперь черед маски. Вчера купила в нашем местном магазине. Называется вообще Компас здоровья. Не знаю, есть ли у вас такая сеть. Вообще я туда пошла за шампунем. Кстати, да, у меня будет сейчас такое немножечко косметическое вступление. Пошла за шампунем. Я там периодически покупаю именно бессульфатный шампунь. Но увидела маску, думаю, да, я хочу попробовать. Так, девчонки, красная глина с ламинарией и спирулиной. Черноморская косметика. Вот так выглядит баночка. Обычно глины как бы вообще без запаха. А здесь, я не пойму, или отдушка какая-то есть. Хотя, слушайте, состав. Глина красная, глубоководная, водоросль, спирулина, масло ши, масло зародышей пшеницы, масло сафлора. Что там еще? Какая-то ламинария, отвар череды, мяты, ромашки, липы. Гидролат инжира. Не написано, что в составе отдушка, но очень приятный запах. Запах такой сладкой карамельки. Прям хочется резнуть. Ну что, пробуем именно кисточкой наносить. Ну, кистью удобней. У меня, видите, ногти. И если глину наносить ногтями, пальцами, то под ногти она забивается, потом ее смывать. Ну, как бы можно, но мне не очень так нравится. Слушайте, мягко так кисточкой наносится. Я не знаю, наношу я правильно или нет, но мне как-то все равно. Главное действие. Значит, что касается шампуней. Тоже спрашивайте, чем я пользуюсь. Мне очень нравится шампунь. Я вам показывала уже не один раз. Милкшейк. Но они дорогие, хотя, если брать большой бутылек, то его хватает надолго и получается экономно. К сожалению, сейчас того шампуня, которым я пользуюсь, нет. Ну, вот там, где я беру. В интернете что-то пока не хочу его заказывать. Ну, там, где можно заказать, там как-то с доставкой дороговато выходит. В общем, я буду ждать, пока привезут. А вот перебиваюсь какими-то другими. В частности, вот как раз купила в Компасе Здоровье. Тоже на травках. Ну, и вот сейчас глину нанесу, покажу вам. И еще один шампунь у меня есть. Я его купила заранее. Тоже бессульфатный, но он идет для окрашенных волос. Дело в том, что на днях я буду делать сложное окрашивание на волосах. И мне понадобятся уже специальные шампуньки. Про окрашивание потом, естественно, покажу вам результат. Расскажу, что делала. Ну, делать я это буду в салоне у мастера. Слушайте, что-то сейчас глину наношу. Она у меня щипет. Подщипывает на лице. Там, я вам читала, противовоспалительный эффект. И, видимо, он начинает как-то работать. Хотя у меня нет какого-то воспаления на лице. Но, вы знаете, пощипывает. Вот почему-то в районе носа. Вот здесь вот. Как будто бы горит. А, ну или, может быть, это вот такие очищающие свойства. Поры может расширяться. Я не знаю, что сейчас происходит. Слушайте, ну покалывает масочка. Покалывает. Пощипывает. Нормально, терпимо. Даже, я бы сказала, если сейчас лечь, расслабиться, можно даже кайфовать. О! Вот здесь не нанесла. Еще, знаете, я когда наношу глиняные маски, их же желательно 10-15 минут. Ну, вообще лучше 15 минут подержать. Но они очень быстро подсыхают. И, ну, как бы стягивают. Может, как бы некомфортные ощущения. Я сбрызгиваю мицеллярный. Ой, мицеллярный. Минеральной термальной водичкой. Просто брызгаю водичкой на глину. Ее увлажняю кожу через вот глину. Не знаю, что там увлажняется или нет. Но становится немножечко комфортней. Потому что, вот, я уже смотрю, она быстро начинает подсыхать. О, 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 она лбу начала щипать, девчонки. Начинает чуть-чуть стягивать. Надо прекращать болтать, расслабиться, получать удовольствие. Так, в общем, кисточкой мне больше нравится наносить глину. И хорошо, она уже готовая. Не надо ее разводить. И как раз структура такая, что кисть легко ее набирает. Здорово. Все. Значит, пока она действует, я вам тут покажу шампуньки, которые у меня есть. Вот, Вэлла. Обновляющий шампунь бессульфатный. Вот так выглядит. Этот шампунь ждет того момента, когда я сделаю окрашивание. Потому что здесь как раз для окрашенных волос. А вот этот шампунь я купила там же, где эту маску в компасе. Вообще он идет для интенсивного роста. Но я его выбрала, потому что он бессульфатный. И здесь состав весь такой вот прям календула. Там столько растений, масел, плоды мыльного дерева пахнет травками, маслами. Знаете, как будто вот в спа-салоне. Единственное, что не очень удобно. Видите, он очень жидкий. Вот прям как водичка. Его надо либо вот прям вот ручку, либо сразу на волосы. И он идет бессульфатный. Поэтому, конечно, такой, знаете, вау, пена и мылится. Он не очень хорошо мылится. Тем не менее, я нормально почистила свои волосы, помыла волосы. Масочка подсыхает. И у меня, как я уже говорила, на этот счет есть термальная водичка. Тоже же ее мало осталось. О, вот так увлажняешь. Да, сразу, слушайте, сразу становится легче. Имейте в виду, если у вас какие-то глиняные маски, можно брызгать простой водичкой, в пульверизатор набрать. Глину я уже смыла. И сейчас тоником своим вот этим, который на iHerb покупаю, пройдусь. Естественно, кремики всякие. Ну, как вот для дневного, утреннего ухода. Значит, по ощущениям. Конечно, кожа мягкая, приятная. Однако, такие ощущения, они будут после любой глины, после любой маски. Всегда кожа напиталась, получила дополнительный уход. Естественно, она будет приятная. То есть тут пока не могу сказать, что это благодаря вот этой красной глине. Тем не менее, что касается вот пощипала. Она немножко пощипала, стала засыхать. И вот это ощущение колколкости, все это прошло. Ну, мне даже понравилось. Я не мазохистка, но мне понравилось. В остальном, что-то такое вау, естественно, пока не произошло. Но это маски. Их надо делать постоянно. И, наверное, только месяца через месяц, полтора, можно сказать, есть какой-то видимый результат или нет. Так, ладно, дальше уход. Крем вокруг глаз, для кожи вокруг глаз. Почему-то я его показывала, но многие стали про него спрашивать. Это корейская косметика. У меня уже там осталось так мало. Надо будет еще такое. Либо что-то посмотреть. На iHerb есть корейская косметика. Очень много интернет-магазинов с корейской косметикой. По-моему, есть в этих сетях. Ребкош, по-моему, я не знаю. Я в интернете брала. Сейчас заказала себе на iHerb интересный дневной крем. Тоже, ну, для своей кожи, для своего возраста. Потом придет посылочка. Покажу вам. Я там все всякие косметические штучки. Я вам расхвалила. Синие патчи. Думаю, надо себе заказать. Потому что тут такой слух ходит, что могут закрыть iHerb. А мне они так нравятся. Хотя девочка какая-то писала. По-моему, в Ребкош или в Эльдебате есть такие. Короче говоря, я полезла на iHerb еще себе взять. Что вы думаете, их нет в наличии, этих синих патчей. Зато появились те самые золотые, которых раньше не было в наличии. Все, девочки, на сегодня уходовая косметическая часть закончилась. Недавно я вам показывала трикотаж одежды для дома. Нахваливала. Ну, действительно, мне очень нравятся. В частности, вот эти брючки. Я от них вообще в восторге. Ну, короче, я от всего в восторге. В плане комфортного пребывания в этой одежде. В плане расцветки. Единственное, смотрите, что. Сейчас сняла с себя эти штаны. И хочу вам показать. Я совсем уже недавно вам показывала. Видите, время мало прошло. У меня вот здесь на попе по шву пошли дырочки. Вот, видите, девчонки. Прям вообще. Может быть, я как-то неудачно села и натянула ткань. И она вот, пожалуйста, швы подразошлись. Как бы. Хотя, слушайте, они не так нравятся. Ну, вот как так. Я нашла то, в чем мне удобно, что мне вообще. И вот, пожалуйста. Я, конечно, их заштопаю. У меня есть швейная машинка. Можно и руками. То есть, я вот так соберу. Я их аккуратненько заштопаю, зашью. Но, я раз вам нахваливала, значит, я в ответе. И хочу вас предостеречь. Имейте в виду. Вот у меня такое случилось. Однако, смотрите, девчонки. Были же еще брюки. Вот эти. Я их ношу абсолютно такое же время, как и эти. Я их чередую. То эти, то эти. Вот с этими брючками. Тоже попу сейчас вам положила попой. Видите? Идеально шов. Ничего не разошлось сейчас поближе. Вот. Тоже на попе. Шовчик ровненький. И тут даже никаких намеков нет. Вот. Я даже буду их прям растягивать. Видите? Нет ничего. А у этих, мало того, что вот дырки появились. И, в принципе, там намечаются и дальше по шву. Если вдруг уже тоже заказали. Или вот прям такие же, как у меня. Не расстраивайтесь. В принципе, знаете, по деньгам они недорогие. Качество и цена очень даже. Просто имейте в виду, что слабое место. Хотя, может быть, мне вот такие достались. Одна, знаете, как бракт какой-то. Но имейте в виду, слабое место. И если что, ну, заштопать, зашить можно будет. А так, в целом, они очень комфортные. Вот эти поплотнее, получается, понадежнее оказались. Ну, вот я считаю, что я должна была вас предупредить, вам об этом сказать. Тема, что в моей сумке. А у меня сейчас рюкзак, что в моем рюкзаке. Девочки спрашивали. И я не знаю, в чем тут магия. Но я сама люблю подсмотреть, что же там в сумочках у кого лежит. В частности, я сейчас... У меня закончились в рюкзаке влажные сухие салфетки. Я их стала готовить, чтобы положить. И вспомнила такой запрос. Поэтому вот по горячим следам показываю. Влажные салфетки сухие, новенькие. Вот как раз сейчас укладываю. Так, начну... Давайте начнем с рюкзака. Ему уже, наверное, больше двух лет. Фирма-фирма Бостантен. Да, Бостантен. Это кожа натуральная, слушайте. Это самый удобный рюкзак. Правда, он у меня первый. Самый удобный. Короче, правда, мне очень с ним удобно. Правда, сравнить не с чем. Но все в него вмещается, все, что надо. Я в путешествиях беру его. Потому что сюда помещаются документы. Все, какие необходимы. И очень много отдельных кармашков. Короче говоря, и цвет. Вот цвет, я от него балдею. У меня как-то так все в гамме подбирается. Очень мне нравится. Тут хорошие широкие лямки. Плюс есть отдельно ручка в руке нести. На одном плече. Ну, наверное, стандарт. Так, вот этот самый кармашек у меня для влажных сухих салфеток. В том числе вот такие штуки иногда кладу. Спреи антибактериальные. Вот сейчас мы это и уложим. Когда салфетки сухие новые, они толстые. И вот первое время немножко выпирают. Ну и ладно. Потом я начинаю ими пользоваться. И все нормально. Основной отдел. Он один. Но в нем есть маленький отдел на молнии для паспорта. И вот еще отделение. Не знаю, для чего. Для телефона. Но телефон у меня здесь не лежит. Давайте начнем с этого маленького. Тут паспорт. Кстати, обложка у меня тоже много-много лет. Кожаная, хорошая, удобная. И видите, служит сколько. Что здесь? Все. А нет, тут еще флешка. Всегда с собой беру календарик. Здесь у меня... Что это у меня? А, это центр света, где мы покупали. Какой-то чек. Это в мусорку. Здесь у меня направление сделать УЗИ шейного отдела. Я жаловала, что мне шея болит. Но я никак не дойду. Далее торчат два батончика финиковых с арахисом. Это, знаете, я их... Ну, мало ли, вот так где-то в машине куда-то поехал. В очереди застрял. Хочется перекусить. Да, много всего. Кстати, вот компактный. Понеслась. Это провод. Покажу дальше, для чего и почему он. Наушники. Что-то слушать. Зубная нить. Да. Я, знаете, фанат здоровых чистых зубов. Щетка, расческа, которая раскладывается. В общем, неудобно одной рукой. Маленькая, тоненькая, но мне этого вполне хватает. Гигиеническая помада, мое солнышко. Розовая помада от Фаберлик какая-то. Тоже, давайте уж не будем по цвету. Это масло для кутикулы. Тоже с собой ношу. Миниатюрка, крем для рук. Обязательно. Так, далее. Девчонки, у меня здесь книга «Сумерки идолов». Маленькая. Вот, когда вожу на тренировку детей или там что-то где-то, вот достаю, она невесомая, и потихоньку читаю. Не могу сказать, что прям, знаете, хочу взахлеб ее прочитать. Взахлеб читаю, вот дома дочитываю «История пчел». Так, это наклейки, это в торговом центре. Мой ежедневник, рабочий, всегда под рукой. Тут что? А, это буклетик, мы там фреску смотрели, бордеры для строительства, короче, для ремонта. Кошелек тоже. Ему уже фиг знает сколько лет. Я уже даже не буду подсчитывать. Я его несколько раз пыталась заменить, и сейчас не буду далеко отходить. У меня есть еще один классный кошелечек. Вот так, сапоги на фоне. Тоже я его очень люблю. Он у меня для поезда, для путешествий, для маленьких сумочек. То есть, когда я хожу с большой сумкой с рюкзаком, я беру большой кошелек. Когда маленький, то вот этот. В нем поменьше функций, но мне он тоже нравится. Так, ладно, дальше пачка бахилов. Это футляр с, как его, ну, в общем, карты всякие бонусные для разных магазинов. Которые я чаще всего посещаю. Что-то у меня фокусироваться не хочет. Косметичка маленькая, очень удобная. Давай сфокусируемся. Во! Содержимое косметички покажу вам. Вот он мой, пауэрбанк, или как-то так он называется, испачкался в чем-то. Тяжеловатый. И вот как раз к нему этот самый кабелек, шнур, шнурок, кабелек, который я до этого выкладывала. Это заряжать айфон. У меня айфон разряжается очень быстро. И поэтому, когда я в бегах, в делах, мне всегда должен быть доступ к интернету, к почте, на связи. Чтобы где-то не попасть без зарядки, у меня вот с собой зарядное устройство. Опа, две ручки. Ну, как же. Это обязательно. Дальше, что ключи новые от новой квартиры. Капли. О, капли надо убрать. Детки там как-то приболели, это детские капли. Мы куда-то выезжали, я брала с собой тоже чек, мусор. Моя любимая рулетка. Всегда она у меня с собой, где-то что-то замерить. Так, ну, а это уж вот. Вот он. Пацаны его искали. Это мама мальчиков. Да, лего, две машинки. Это Андрюшина. Все. Ну, лего, по-моему, сережка искал. Так, все я вам с этих карманов подоставала. Все, да, видите, тут пусто. Дальше у меня идут два боковых маленьких треугольных кармашка. В одном из них лежат ключи от квартиры, где мы сейчас снимаем. А в другом, в другом, вот как раз этот пустой для квартиры. А в этом, ну, давай, открывайся. А здесь жевательная резинка. Кармашки очень маленькие. Вот как раз вмещается резинка жевательная, ключи. И есть еще на спинке один карман, он большой, вот на всю вот эту вот спинку. А здесь я храню обычно тот самый телефон. Почему здесь? Здесь у меня спина. И если я иду, телефон здесь находится, он звонит, он вибрирует. И я чувствую, что мне кто-то звонит. Я тогда его... Когда у меня рюкзак на спине, мне даже не приходится снимать рюкзак, чтобы достать телефон. Получается, у меня под правой рукой находится. Мне просто я рукой назад открываю карман и рукой умудряюсь достать этот телефон. Рюкзак находится на спине, не снимая его. В этом вообще огромное удобство. И знаете, если что-то как-то... Я думаю, что я с ним еще буду ходить несколько лет. Ему уже 2 или 3 года. Так он вообще, видите, в каком состоянии. Нигде ничего не порвалось, не треснуло, не по швам никак. Хотя я его вот очень активно использую. Все лето в поездках в Турцию, там в Польшу постоянно с ним. Везде его таскаю, швыряю. То есть, видите, качество кожи отменное. Поэтому, если что, я его обязательно буду повторять. Мне очень понравился. И оттенок понравился. Ну, вот как-то так. А, давайте, косметичка. Так, лекопластырь. Это тонирующие, матирующие салфетки. Зеркальце. Вот эти вот спиртовые салфетки. На всякий случай. И что-то протереть. И всадины какие-то. Так, дальше. Это что у меня? А, это сосульки от горла. Ну, знаете, обычно я ее забиваю. Такая мини-аптичка, мини-косметичка. И они у меня всегда здесь под рукой. Лекопластыри. Это вот еще с лета тут много чего. О, это в Турции. Так, ну, это мой нурофен. Тоже обезболивающе. Это в Турции ватные палочки. Брали такую штучку. Очень удобно. Мало ли, вот так, где-то там поехал. Здесь детский и буклин, мизинфорта. И пробник, ароматный пробник. Ароматный пробник. Где-нибудь, ах, побаловать себя. Все, девочки, мальчики. Ну, я думаю, это, наверное, больше девчачья тема. Закончилось. Что в моем рюкзаке, а что в вашем. В ваших сумках делитесь. Присылайте фотки, видюшки мне в личку. Вконтакте, в инстаграм, в почту. Буду рада подсмотреть, как у вас все там организовано. Правда, я серьезно. Если интересно, обязательно делитесь, присылайте. Я тут не рассчитала со влогом. Скидывала сейчас отснятые файлы. Вот процедуры в ванной комнате. Там про трикотаж, про свой рюкзак. Там еще много чего понаснимала. И ого-го, сколько получилось времени. Я решила, я не буду вас нагружать это все в один влог делать. Поэтому я на рюкзаке остановлюсь. А все остальное пойдет уже в отрезке другого дня. Так что все, на этом прощаюсь. Спасибо, что заглянули в гости. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин